Где наши гости на свадьбе, Дмитрий Анатольевич? Познакомься. Он сосудистый хирург, она клинический психолог. Они жили на одной лестничной клетке, но познакомились лишь в 2016-м и влюбились. Расписаться решили в этом апреле. Несколько недель до жили в тревоге, ведь были заказаны и оплачены. Турба за свадебный стол, фотосессия. Друзья, которые были приглашены из других городов, они звонили и говорили, точно ничего не отменяется, точно ничего не отменяется. Нам звонили, наверное, раз в неделю на протяжении месяца. И постоянно, да, всплывали какие-то новые подробности. И, конечно, мы немножко переживали за нашу свадьбу до последнего. Буквально за несколько дней все закрыли, и нам пришлось, конечно, все отменить. Но с пониманием как-то все отнеслись, и рестораны, и магазины, где все было заказано. То есть, по-моему, возможности возвращали деньги, не было никаких проблем. В день бракосочетания Анна и Дмитрий пришли к закрытому ЗАГСу. Работник открыл дверь, впустил молодых людей и закрыл ее вновь. Ощущение было, что ЗАГС работал только для нас в этот день. Особенное ощущение. Да, такая торжественная тишина, вот такое эхо по коридорам. Вот только мы вдвоем, а гардеробщик и, собственно, регистратор. Вот, это было интересно. Главное, что первый человек, который нас поздравил, это был гардеробщик в ЗАГСе. Он нас поздравил, сказал, что поздравляет нас. Это было как-то даже неожиданно. Свадьбу отметили на заправке. Там купили сосисок и кофе, а потом помыли машину. Но праздник для друзей и родных все-таки состоится. Ваши коллеги, что вам сказали, когда узнали? Ну, во-первых, они долго не могли поверить, что я решился на этот шаг. Убежденный холостяк. В итоге, как я уже говорил, они все требуют от меня праздника. Все хотят погулять на моей свадьбе. Все сердечно поздравляют, понимают, что в это время какое-то торжество пышно устроить невозможно. Но каждый день мне напоминают о том, что с меня банкет. Вот она, настоящая романтика. Уметь жить здесь и сейчас. Мы от души поздравляем мурманчан и желаем долгих и счастливых лет совместной жизни. Мария Фрейман, ТВ-21.